На предстоящих играх четырехлетия, которые начнутся в следующем году в Токио, наша страна планирует покорить новые вершины и установить новые рекорды. В эти дни делегация из числа представителей Олимпийского организационного комитета находится в нашей стране с рабочим визитом. О ряде встреч, проведенных с целью налаживания взаимовыгодных отношений, в материале выпуска. 32-е летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа следующего года. 205 стран-участниц, более 12,5 тысяч спортсменов, 33 вида спорта, свыше 40 спортивных объектов и 324 комплекта медалей. И это лишь несколько цифр, касающихся предстоящих Олимпийских игр. Несмотря на то, что в столице Японии идет полным ходом подготовительный процесс, в нашу страну прибыла делегация во главе с вице-президентом Оргкомитета Олимпиады Ташиаки Энда, поскольку ранее был подписан меморандум о взаимопонимании с Национальным Олимпийским комитетом Японии и Федерацией футбола основной целью визита господина Энда стало поднятие взаимоотношений на качественно новый этап сотрудничества. В ходе доверительной беседы отмечало, что представители многих стран очень эффективно используют совместные тренировки для членов национальной сборной. В частности, опыт Японии может быть весьма полезен также в обучении дзюдо и карате. В свою очередь, гость выразил искреннюю благодарность за теплый прием и отметил важность дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. В связи с этим он намерен поддерживать соответствующие предложения и инициативы узбекской стороны. Вице-президент оргкомитета проинформировал участников мероприятия о подготовке к предстоящей Олимпиаде в Токио. В этот же день Ташиаки Энда посетил ледовый дворец Хумуарена, уже ставший визитной карточкой столицы. Ознакомившись с возможностями и потенциалом уникального ледового комплекса, он отметил, что наличие такого рода спортивных сооружений свидетельство большого внимания со стороны государства к развитию спорта. Япония претендует на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году. А сегодня, увидев этот комплекс, я понял, что нам есть, что позаимствовать у вас. Это действительно уникальное сооружение. Больше всего меня впечатлило, что ледовая площадка представляет собой трансформер, и за очень короткое время ее можно адаптировать к летним видам спорта. Поскольку я не раз был свидетелем ярких побед ваших спортсменов, верю, что ваша сборная на Олимпийских играх 2020 года будет одной из сильнейших в мире в таких видах спорта, как бокс, дзюдо, карате и гимнастика. По завершении своего визита глава японской делегации оставил теплые пожелания в книге почетных гостей Хумо-Арена. Продолжение следует...